Когда к людям хорошо относятся, уступают всем, хорошо относиться к друзьям, делиться. Если не будешь вежливым, значит и с собой так же будут обращаться, как и ты. Кажется, этих мальчиков и девочек уже ничему учить не нужно. Что такое вежливость, они очень хорошо знают. А вот ребятам чуть поменьше новые знания не помешают. Чтобы было веселее постигать науку вежливости, в Тверском театре придумали мини-представление. В роли учителя, конечно же, любимая няня многих поколений детей Мэри Поппинс. За пару минут Мэри Поппинс рассказала детям, что нужно здороваться, благодарить и всегда улыбаться. Но ее планы чуть не нарушила появившаяся из ниоткуда злобная леди. Она попыталась научить ребят плохому, но совсем не преуспела в этом. Говорит, не умываться. Лучше всего рыб бетоном залить. Это неправильно. Детей не проведешь. Не встали они и на сторону Алеши Иванова, героя сказки «Азбука вежливости», которую ребята отправили смотреть после представления. Мальчик плохо себя вел, за что фея превратила его в дракона. Понимает, что драконом-то совершенно неинтересно быть и очень грустно. И он просит прощения. Подружился с девочкой Юлей, которая помогла ему стать добрым вместе с феей и любить своих ближних. Яркий, красивый, но главный поучительный спектакль произвел впечатление на маленьких зрителей. Добрую сказку на сцене Тверского театра «Кукол» показали артисты из Рыбинска, которые приехали в наш город в рамках гастрольного тура. Для нас это обмен опытом, творческое сотрудничество. В эти дни в рамках обменных гастролей проходит спектакль нашего театра «Кукол». И детки в городе Рыбинске посмотрят спектакль «Церемок». Следя на реакцию детей, можно сказать, у артистов из Рыбинска появились свои поклонники в Твери. Веселый спектакль, где много музыки, песен и смеха, надолго запомнятся зрителям. Хотелось бы надеяться, что также артисты будут вспоминать и Тверь. Визит вежливости, визит дружбы от города Рыбинска. Мы вообще, я лично тоже впервые в вашем городе, отыграем и обязательно пойдем знакомиться с вашим городом.